всем привет решил записать распаковочку получил недавно посылку от aliexpress это телефон motorola g6 4 оперативка 64 встроенная вот такой интересный матрасик в подарок мне продавец не просто переходник подарил с китайской с китайского блочка а именно блочок быстрой зарядки на евро вот такой помело green помело 1с куча столько названий но вот g6 эта модель 464 оперативка именно эта модель произведена 8 месяца 2018 года как раз по скидке они были 80 долларов 11 11 это вместе со скидками я думаю почему бы нет давно хотел попробовать моторолу от lenovo это 5 и 7 дюймов экран у него у него разблокировка и по лицу и отпечаток так вот впереди на передней панели внизу камеры две основные 3000 батарея 8 ядер процессор 18 герц каждый стекло сзади удивился но приятно впереди и сзади позднее проверю что есть олеофобка с двух сторон поэтому спокойно стирается отпечатки как с экрана так и задней панели пришел разряжен коробка была открыта наверно продавец проверял ну к сожалению не запустился так быстро что еще в коробке ничего лишнего коробка с документами скрепка для лотка бумаги все на китайском единственно только адрес в чикаго был на английском тоже блок быстрой зарядки и вот подарочек справа довольно быстро заряжается как я проверил позже кабель type-c качественный такой чувствуется прорезиненный type-c в этом плюс здорово это хорошо все коробки больше ничего не было и так если говорить о самом аппарате моего строение как видим есть здесь динамик и он является внешним динамиком по сути дела потому что как видим по корпусу только вход type-c имеется джек для наушников оставили что очень здорово рамка из металла стекло с олеофобкой впереди стекло с олеофобкой сзади это очень хорошо ну и такой смайлик тоже интересно две камеры находится и одна камера для селфи тоже вспышка есть как с одной так и с другой стороны если говорить о кнопках то собрано очень хорошо ничего не люфтит не скрипит и кнопка power видим с насечками с насечками поэтому нужно будет ее легко обнаружить с этой стороны есть лоток для симок давайте посмотрим какой он этот лоток полноценный достаем здесь две наносимки и карта памяти это огромный плюс в этом motorola не стала жертвовать комбинированным лотком он полноценный тоже спокойно заходит спокойно фиксируется единственное я обнаружил что здесь небольшой порожек в месте где отверстие для доставания этого лотка есть немножко немножко рука чувствует дальше все соглажено все хорошо собрано минус конечно в том что задняя сторона она немножко марка вы видите вот но проблема быстро решается олеофобное покрытие присутствует хорошо и удобно стирается немножко о самой модели как видим motorola moto g6 так называется модель оперативка 4 гигабайта lp ddr3 здесь присутствует именно такого формата оперативная память и внутреннее хранилище 64 гигабайта поэтому было занято всего около 8 гигабайт с коробки bluetooth 4.2 центральный процессор qualcomm snapdragon 450 здесь 8 ядер cortex a50i каждый из которых 1.8 гигагерц технологический процесс 14 нанометров вот видим эти ядра все они заняты в равной степени как видим не так что два работают и остальные отдыхают все они берут постепенно на себя нагрузку информация об экране разрешение экрана одна тысяча восемьдесят на 2160 пикселей IPS LCD экран как видим размер 5,7 дюймов и плотность пикселей 424 пикселя на дюйм графический ускоритель adreno 506 частота обновления 60 герц если кому-то важно все частоты он поддерживает кроме бенда 20 в этом конечно минус это global rom вайфай поддерживает только 2 и 4 гигагерца а батарея скажу что она здесь не слишком объемная 3000 миллиампер час заряжается поддерживает быструю зарядку и у меня заряжалась 30 процентов с полностью разряженного 30 процентов за 20 минут и полностью до 100 процентов телефон заряжался за 1 час 20 минут сам процессор не энергоемкий в меру в меру он экономный поэтому этих 3000 миллиампер час будет хватать вам может быть на неполный рабочий день смотря как вы пользуетесь если говорить о видео я проверял то это где-то около 6 процентов зарядки берет просмотр видео в youtube при яркости 50 процентов и при полной громкости около 6 процентов так что достаточно экономный здесь процессор из хорошо сбалансированы все функции поэтому не не прожорливая можно сказать приложение и батареи хватает в принципе хватит человеку который конечно не сидит в играх а так вот для полного рабочего дня для просмотра соц сетей для просмотра ютуба для прослушивания музыки для звонков я думаю вам на рабочий день вполне хватит тоже интересная функция когда при движении на экране загорается необходимая дополнительная информация это проценты заряда батареи время температура воздуха день месяц и также здесь дополнительно появляются значки если к вам приходит какое-то уведомление вы его видите это очень хорошо мне понравилось не нужно включать дополнительный экран и таким образом вы спокойно просто чтобы посмотреть время движением руки можете посмотреть который час android здесь стоит восьмерка 80 печенька по сути дела обновлений не приходило ко мне и видим что последние уровень безопасности android или обновления именно для этого телефона было 1 февраля 2018 года после этого обновления никакие то мне не приходили поэтому остается только восьмерка восьмерка 80 если говорить о разрешении камер то основная камера здесь 12 мегапикселей а фронталочка 4 мегапикселя и вдобавок к основной камере здесь еще 2 мегапикселя для эффекта боке размытие размытие для портретного режима камера снимает неплохо основные здесь настройки присутствуют как в обычных камерах но по сути дела что еще можно хотеть от камеры если в любых телефонах я считаю что это мыльница не хочу никого обидеть но это не фотоаппарат это бонусом идет такая функция как фотоснимки можно делать телефон он и в африке телефон поэтому если вам нужны хорошие снимки лучше приобретайте хороший зеркальный фотоаппарат это мыльница ожидать чего-то больше снимает неплохо поэтому для повседнева вполне то что нужно настройки видео как видим можно включить и подсветку фонарик довольно яркий далеко конечно он не бьет это настройки самого фотоаппарата и видео вот такие много функций как в обычной мыльнице в меню ничего лишнего здесь оболочка от lenovo по сути дела ничем лишним не напичкано в руке лежит очень удобно девушкам женщинам я думаю тоже будет интересен телефон тоже интересная фишка по этому кольцу видно уровень разряда батареи или заряда тоже очень удобно и хорошо поэтому еще раз отмечу плюсы которые мне понравились это его размер не габаритный он удобно лежит в руке он не скользкий это стекло с одной и с другой стороны рамка это металл сочный экран красивый здесь full hd экран звонки слышно хорошо и меня и собеседника фотокамера для повседневных задач то что нужно понятно что в темное время она снимает не так как хотелось бы но для обычных ярких дневных фотографий супер мне понравилось видео что хочу сказать за видеосъемку здесь есть электронная стабилизация видео то есть у вас не трясется в руке все как сосиска то есть стабилизирует видео передачу этот телефон еще к плюсам отнесу что что здесь type-c имеется здесь есть аудиоджек его оставили молодцы что еще здесь есть батарея она небольшая но она держит достаточно долго вам хватит целый день дизайн такой незаурядный в этом motorola выделяется к сожалению первоначально при продаже продавец писал что nfc имеется но в итоге оказалась печалька его здесь нет и продавец чуть позже исправил эту ошибку плюс это цена аппарата 80 долларов со скидками как раз 11 11 он был и плюс в том что здесь 4 оперативка 64 встроена работает очень шустро все быстро реагирует в играх не проверял но думаю что средние настройки вполне он себя оправдает некоторые минусы которые я заметил все таки внизу есть место для наэкранных кнопок почему производитель решил так не знаю экран и так не самый большой можно было их перенести в самый низ нет дополнительного динамика к сожалению было бы здорово если бы был стерео а так все слуховой динамик и внешний все в одном это конечно жалко я бы добавил еще все таки динамик здесь не знаю почему но antutu восьмерка у меня на 16 процентах все время выбивал и это неоднократно от того что я после того как я снова запускал его он никак не хотел двигаться дальше в чем причина не знаю можно попробовать конечно на малых версиях antutu но почему то 8.1 кажется так эта версия он не потянул к минусам так же можно отнести то что немножко пачкается но я думаю чехол но здесь нужен чехол он не шел в коробке продавец положил только блок быстрой зарядки заметьте не просто переходник потому что здесь имеется и родная родной блочок а положил именно блок отдельно евро вилку быстрой зарядки супер в этом плюс так что телефон не очень понравился за такие деньги это хороший вариант 80 долларов я думаю больше нет смысла за него переплачивать 90 максимум все таки модель 2018 года рассматривайте его очень классный ссылку я выложу в описании тоже делитесь в комментариях своими впечатлениями об этом телефоне ставьте лайки и подписывайтесь на канал дальше будет тоже интересно будет новое видео спасибо вам большое всего доброго хорошего дня до свидания